Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 октября. Я вот вам только что рассказывала про Челябинский метеорит, про томат. Но это томаты живые. Но тут же раз камера стоит, я не могу вам не рассказать о черном принце. Это уже скоро будет, как я не знаю, анекдот или какие-то легенды о черном принце. Все знают, кто смотрел видео, что в этом году вот из такой пачки я посеяла черного принца и получила вот эту красную дробь, которая теперь называется подкидыш. И которую я семена собрала, буду бесплатно в заказы, как в качестве подарка вкладывать все. Но меня не отпускает вот такая мысль, не отходит от меня вырастить настоящего черного принца, хорошего такого черного, крупного. Как некоторые пишут, что у них получается. Черный принц уже третий год я буду выращивать. Один раз я посеяла семена, мне показалось, сортовые характеристики не сошлись. Вроде как он меленький. Я даже сначала в каталог его вставила, когда чернеть начали плоды. Потом они оказались небольшие. Я из каталога убрала его, решила, что это не настоящий черный принц. Второй раз вот это были семена от частного лица в позапрошлом году. Вот в прошлом году прислали мне... Нет, я купила в магазине в прошлом году вот такую пачку. Получился подкидыш. И так как люди уже поняли, что я хочу вырастить черного принца, мне теперь сами стали присылать. Вот прислала... Вот эту пачку мне прислала Оля Забелло из... Забелло из Санкт-Петербурга. И сказала, может быть вам повезет, может быть в этой пачке настоящие семена. Потому что мы все поняли, что в прошлом году я купила пересорт. К сожалению, вот в пачке Сибирский сад, который я люблю, у которых очень много сортов. Но в последние годы стал попадаться пересорт. Вот она такого прислала. И тут описание, вот как я хотела вырастить такие, что 400 грамм, мясистые, шоколадного цвета, все. Но тут одна зрительница тоже, параллельно с Ольгой, узнав, что я очень хочу вырастить черного принца, дала мне вот такие прислала. И, о чудо, когда я начала читать описание, оказалось, что это совсем другой черный принц. Какой же настоящий из них? Вот смотрите, тоже черный принц. Но этот Сибирского сада, а этот Тимирязевский питомник филиал Северный. Его буду испытывать тоже на будущий год. И она пишет, этот томат не сажала, купила на пробы, может не пересорт, попробуйте. Люди уже меня жалеют, что я как не куплю черный принц, так получается, все не то. Но смотрите, какое описание у этого черного принца. Запомнили, что этот 400 грамм, среднеспелый, все 150-180. Ну, это то же самое, среднеспелый, индотерминатный, все так до того места, пока мы не видим вес плода. 110-170 граммов. Но 110 граммов это вот чуть больше такого, вот соточки они. И на картинке, где на картинке, не знаю, картинка эта или не эта, видно, что он такой черненький, кругленький, такой же, вот как Челябинский метеорит. На будущий год хочу посадить и вот этот, и вот этот. И я хочу спросить у зрителей, у кого есть положительный опыт выращивания черного принца. Какой все-таки должен быть черный принц? Такой настоящий, или крупный, который 400 грамм, или все-таки вот такой, можно сказать, мелкоплодный, 110-170 грамм. Я уже изучила много статей по этому черному принцу. Там написано, что его китайские селекционеры развели и все. И я подозреваю, может быть, у нас вообще нет натуральных черных принцев. Все это какие-то как разновидности или подделки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто вырастил у дачи черного принца, вот такого большого, мясистого, крупного. И какой он был фирмы. И, может быть, кто-то, вот зрительница Багаева Елена с республики Мариэл прислала это, с города Йошкар-Алы. Потому что темирязевский питомник, я даже не знаю, где он находится. Может быть, кто-то выращивал черного принца вот от этого производителя, темирязевский питомник. Расскажите, как он выглядит. Потому что, смотрите, по описаниям получается, что это почти два разных томата. Но 400 и 110-170 грамм, это очень большая разница в два раза. Может быть, их есть несколько. Все. Я очень хочу узнать личную жизнь черного принца, все его подробности, заглубиться так. Хочу изучить его до конца и вывести настоящего черного принца, чтобы подойти и сказать, вот это действительно принц вырос. Черный такой, вкусный, мясистый. Все, до свидания. Продолжение следует...